Всем привет, друзья! Ну, в общем, как-то я и обещал, вас всех приветствую на глобальном анонсе Roof Up Next Buildings, посвященный пятилетию студии. Вот, и сегодня мы вам подробно расскажем, что в этой игре будет. На том трейлере вы узнали лишь возможность, просто раскрытие возможностей, но сейчас мы их раскроем более подробно. Так, ну что ж, давайте начинать. Но сначала давайте мы вам еще раз покажем трейлер, ну а вдруг кто-то из вас не видел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ну что ж, это был трейлер. А в этом глобальном анонсе мы подробнее разберем, что мы вам вообще показали. Вот, это опять же, не все возможности игры. То, что упоминается в конце, мы это раскрывать не будем, кроме MapKit, конечно, потому что я уже написал, что это, но там будет еще пару интересных фич. Ну что ж, давайте начнем. Во-первых, касательно новых спрайтов, вот вы сейчас видите на экране, это значит нарисованные в программе аси спрайты, вот, да, они не в пиксельном формате, но я там просто кисть большую взял, вот и разрешение высокое, поставил, поэтому вот такая графика. Дальше. Касательно двоих персонажей, про которые я упоминал, это значит Рэдди и Джейк. Так, возможно, вам, они уже знакомы, кто играл в группа Preload, да, это те самые, только вот спрайты Рэдди я чутка перерисовал, спрайты Джека тоже немного доработал, вот. Вообще, как бы Джейк, это персонаж, который я рисовал для какого-то, по-моему, конкурса, цифровой ветер он вроде назывался, в игру там свою интегрировал конкурс. Да, я в итоге не затащил, может быть, и публикую как-нибудь то, что я там делал, ну вот, и я решил того персонажа чутка доработать, и по итогу породился он. Да, спрайт немножко так доработан, но, по сути, ничего не изменилось, вот, а вот Рэдди был полностью перерисован с нуля. Итак, касательно тех музыкальных треков, они, значит, написаны во многих стилях, да, но каких именно я пока раскрывать не буду, чтобы не палить контору, но их будет 13, точнее, даже 14, потому что я про 8 трек забыл, ну, хотя, не-не-не, нет, все-таки 13. Там будут треки под меню, под уровни, под плохую, хорошую концовку, ну, короче, лучше всего. Вот, дальше, касательно вот этой вот системы боя, которую я упоминал, она, значит, построена на схеме японского RPG. Ну, пока что там, это лишний большой скриншот, потому что мы еще не начали кодить, точнее, начали, но пока что там ничего не готово, по сути, только вот UI расставили. Значит, есть две кнопки, удар и лечение. Удар вашему противнику будет рандомно сноситься хп, вот, бой будет занимать разное количество времени. Иногда у него может быть хп больше во много раз, и поэтому это будет не так-то просто. Лечение также вам случайно прибавляется, противник может вам снести хп случайно, иногда меньше в первых уровнях, а иногда даже больше, чем вы его можете, поэтому это будет прям не так-то просто. Касательно нового искусственного интеллекта, этот, ну, не совсем искусственный интеллект, скорее, там, значит, смотрите, какая есть интересная фишка. Вы никогда не предугадайте, куда он пойдет, это всегда разное, хоть это и на видео показано плохо, но, типа, встали в стену и встали, но это так иногда бывает, но иногда он, потому что он еще не до конца доработан, все-таки это еще альфа-версия, точнее, при-бета, при-бета, вот. Да, вот, он может пойти в абсолютно любую точку по карте, да, поэтому вы никогда не угадаете, и если вы к нему попадетесь, умрете сразу, нужно будет решать логические задачки, чтобы его устранить, но об этом мы поговорим попозже. Касательно высокой оптимизации, это сделано потому, что я, типа, во-первых, все спрайты выставлял на одной сетке, вот, это, во-первых, удобно и сильно оптимизирует игру, я вам скажу, поэтому начинающие разработчики берите на заметку. Вот, ну и, по сути, все, я больше никаких методов не применял, но игра действительно идет очень быстро. Вы можете сказать, что у меня там очень сильное железо, и поэтому она выдает 700 фпс. Я решил проверить на своем старом компьютере, там она выдает точно так же, ну, то есть, вот так вот. Поэтому вы сможете играть, хоть, если хоть у вас ПК из 2004 года, я не знаю, все равно у вас он потянет, ну, 2004, если он, конечно, тянет винду, 7-ю винду, тогда, да, но вот так. Угу, так, ладно. Ну и, по сути, в принципе, все. Касательно вот этого, то, что последнее там упоминалось, MapKit это проект, который позволяет создавать фанатские уровни, я о нем писал вчера, вот, в группе студии. И даже позавчера, нет, вчера-вчера, вчера-вчера ночью, вот. А про логические задачки и три игровых режима мы пока говорить не будем, потому что я не хочу палить контору, иначе к релизу вам уже будет неинтересно, что там уже. Вот. Ну и будет еще много интересных плюшек. Ну и на этом, по сути, все. Можете ждать игру, она выйдет на ВК-плей 25-го июня, если без переносов. Игра, мы планируем запустить бета-тестирование 4-го мая, правда. Оно будет, опять же, закрытым режимом проходить. Вот. Ну и всем пока.